Мы, как никто, знаем цену вещам, которые окружают нас. Что бы не случилось, мы – киевский картонно-паперовый комбинат. Цены завтра поруч. Энергетика против российских ракет. После попадания четверо суток бушевал огонь. Эксклюзивные съемки на тест, которые восстанавливают после прилетов. Нам удалось попасть на одну украинскую тест, которая пережила несколько прилетов в прошлом сезоне. Как готовятся на электростанциях непростой зиме? Лайфхаки от энергетиков. Да привыкли просто. Постепенно восстанавливаемся и все. И повысят ли тарифы на электроэнергию еще этой осенью? Сейчас все расскажем. Готова ли украинская энергетика к новой зиме и новым блок-аутам? Чтобы выяснить, мы отправились на одну из украинских ТЭЦ, которая пережила несколько ракетных прилетов. Съемка непростая. Мы не снимаем оборудование или что-либо. Что могло бы выдать расположение станции? Но повреждения здесь серьезные. Пробита крыша, выведены из строя энергоблок. Именно в этой точке в ТЭЦ был ракетный прилет в прошлой зимой. И сейчас за моей спиной активно идут восстановительные работы для того, чтобы этот блок мог функционировать так же, как и раньше, и давать достаточное количество электроэнергии зимой 2023-2024 года. Рабочие станции, пережившие несколько ракетных попаданий, говорят, глаза боятся, да руки делают. Да, станцию восстановили, хотя работы еще много. Думаете, не страшно? Очень страшно, когда все разлетается. Но привыкли просто. Постепенно восстанавливаемся и все. Те туда шли, те туда шли. Где нужно больше помощи, туда все и направлялись. По словам главного энергетика Ивана, именно упорство персонала позволило все сделать очень оперативно. Никто не растерялся, без паники. Вот, чтобы бросить, рассчитаться, ставить работу, такого не было. Все взялись и восстанавливали, убирали, потому что очень было много мусора, строительного и оборудования. Очень много было повреждено. Но самая большая проблема – восстановление вот таких автотрансформаторов. Они стоят десятки миллионов гривен и в мире всего несколько производителей, которые могут изготовить такой экземпляр. Вот этот вот автотрансформатор был уничтожен в ходе обстрела, и он весит больше 360 тонн. И проблема в том, что вот отремонтировать его практически невозможно. Проще купить новый, хотя он и дорог. Но проблема в том, что нового можно ждать буквально годами. Изготовляются они только за границей, а очередь за ними в мире очень-очень большая. Так что это вот та часть энергетики, которую восстановить будет очень-очень сложно. Сам вопрос восстановления стал главным для энергетиков в 2023 году. Восстанавливать пришлось практически все. Генеральный директор энергетической компании ДТК «Энерго» Ильдар Салеев говорит, россияне вывели из строя до третьей мощности. Мы к началу ОЗП планировали провести ремонты на 19 энергоблоках. На сегодняшний день мы уже провели работы на 15 блоках. Четыре еще сейчас находятся в ремонтах. Но мы к началу осенне-зимнего периода их тоже закончим. Так что плановый ремонт, который мы планировали в ОЗП, мы все выполним в полном объеме. В целом же по стране уже восстановлена практически вся сеть, заверил нас министр энергетики Герман Галущенко. Но в основном за счет резервных запчастей и трансформаторов. В то время, как сейчас резерва не так уж много. На сегодняшний день, как по генерации, так и передаче, ограничений нет. Что ключевое сейчас, это увеличить количество, как мы говорили о трансформаторах, чтобы обеспечить большую возможность в случае атаки или уничтожения переподключения на другие трансформаторы. Но главное теперь, как обезопасить то, что отремонтировано. На ТЭЦ, где мы находимся, уже переходят от восстановительных к модернизационным работам, которые должны улучшить защиту электростанции. Вот здесь вместо обычного покрытия теперь будет сделана такая большая бетонная плита, довольно толстое бетонное покрытие, которое сделает невозможным нанесение тех повреждений оборудованию, которые были нанесены во время предыдущего прилета. А саму станцию обкладывают еще одной стенкой из таких гигантских мешков. Эти мешки называются тонники, потому что в каждом из них по тонне песка. И они вот такими вот плотными рядами стоят теперь впритык к подстанции ТЭЦ. Они надежно ее защищают, но их нужны сотни и тысячи на каждом объекте. По словам министра Голущенко, такие простые средства защиты очень эффективны, потому что больше всего повреждений энергообъекты получили нет прямых попаданий. Много урона было нанесено обломками от взрывающихся ракет или шахедов, поэтому пассивные системы играют важную роль. Бетонные стенки, биг-беги, габионы. И есть активные системы. ПВО — это лучшее решение. Будем честны. Ильдар Салеев говорит, их компания сделала выводы и проделала большую работу по защите ТЭЦ. Вот только все это очень дорого. Плановая ремонтная компания по нашим электростанциям — это более 3,5 миллиардов гривен в этом году. Восстановить все то, что было поражено и разрушено, и восстановить состояние до обстрелов — нужно почти 7 миллиардов гривен. Этот болезненный вопрос поднимает следующий. Будет ли осенью новое повышение тарифов? Энергетики сетуют, что им не хватает денег, но украинцам от этого не легче. Киевлянка Валентина, например, платила год назад за электроэнергию уже и так. Довольно немалую сумму. К уплате 1300 в ноябре того же года. А сейчас вдвое больше. Это будет около 3000. Это только за электроэнергию. Причина проста. В доме женщины все завязано на электричестве, кроме отопления. Духовка на электричестве, микроволновка, плита электрическая. Чайник, тостер, кофемашина, кухонный комбайн, посудомойка. Мы уже не знаем, как экономить и на чем экономить. Впрочем, в Украине действуют моратории на повышение тарифов до конца военного положения. Но, по словам экспертов, тариф уже давно должен быть рыночным. Можно эту проблему решать путем предоставления субсидий именно малообеспеченным. Потому что на сегодняшний день существует большая проблема в том, что по этим более низким тарифам получают электрическую энергию и природный газ все. То есть государство субсидирует, по сути, и нас, и бедных, и богатых одинаково. И чем человек богаче, тем ему больше субсидируют по существу государство. В свою очередь, министр энергетики успокаивает до конца. Боевых действий электричество не подорожает. Речь о повышении тарифов сейчас не идет. Это даже не обсуждается. Потом, безусловно, рано или поздно мы придем к рыночным тарифам. Но это будет уже после нашей победы. Ну а пока энергетики продолжают свою нелегкую работу, готовясь к новым атакам агрессора. А кто будет делать это? Возвращаемся и работаем. Бойся, не бойся. Работать надо. Украинские энергетики делают все, чтобы обеспечить украинцам теплую и безопасную зиму. Все остальное будет зависеть от украинских ПВО. Сергей Костя, специально для телемарафона на канале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова